Бандеровский режим находится с нами в состоянии войны. Один школьник, 15-летний с автоматом, убивает десятки людей в одиночку. Абдул Хакин Шишани. Нормальным методом является террор. Привет, друзья, я Григорий Герман. Ну что, граждане бендеровцы, наймиты Запада, иноагенты, иноцпредатели. Пришло время признать, вывели нас с вами, братья и сестры, на чистую воду. Все это время мы умело прикидывались вот этими всеми, кого я только что перечислил, кто нацистам, кто наймитам, но слава Раисе! Зоркие пропагандоны во главе с главным кремлевским гномом духа вывели нас на чистую воду террористы мы, и экстремисты при том. Все! От Владихада Эль Зелени! Русни, п***ь! И его верного полевого командира Керима Эль Будани! Вот в интернете уже даже видео есть. До последнего дворника таджиков Чертанова все мы террористы. Ну, я, конечно, тоже, чего уж там скрывать-то теперь. Ай, ладно, уже все равно. Так что сегодня у нас с вами тысяча и одна ложь российской пропаганды. Верхняя пятерка. Арабская ночь и Эль Будани! Сегодня, рахатлукум и души моей, мы насладимся сказками от известной сказочницы султанши сливных бочков Оль-Чатай, известного сказочника Хана Исаия. Понятное дело, что нам не обойтись без шахерезадней сказительницы. Плюс струшный танец живота от сладкого, как мёд, Трушкина. Но завершит нашу картину изюмительный от слова «изюм» рассказ главного евнуха кремлёвского гарема пропагандистов Соловей Агат. Возлежать на диванах с шербетом и кишмишем в руках, а также слушать и разбирать все эти сказки, мы будем вместе с Игорем Рейтеровичем. А всё вместе это... Лучая под лунным небом, славящаяся в веках и сладостная, как смех наложницы, Лучая пропагандистская пятёрка. Поехали! Начнём, о изумруды моих очей, мы с известной сказочницы Ольчатай Скобейбачок. Она известна от Хорезма до Самарканда. Её сказки пересказывают в очередях за дешёвыми яйцами и в кафе-наливайках «Утро Родины» те, кого принято называть представителями глубинного российского народа, которые по странному стечению обстоятельств также являются и постоянными зрителями пропагандистских шоу. Именно они, потребители Деширака и 60 минут, цепенеют от ужаса и от счастья одновременно. Ужас у них вызывает то, что показывает и рассказывает о проклятом Западе или о проклятой Украине Ольчатай, а счастье — то, что все они, глубинные и безымянные ваньмани, живут в самой мощной, самой счастливой, самой лучшей стране, самым лучшим царём-президентом. Кстати, пугаются они чаще. В этом смысл, на самом деле, всех сказок, которые Ольчатай сочиняет и рассказывает. «Строчно, строчно, строчно, не бойся, Путин с тобой, мой маленький диванный россиянин. Строчно, 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 не бойся». И так все 60 минут, каждый божий день, по кругу, как кони Пржевальского. В этот раз Ольчатай, согласно общей стратегии сказочной пропаганды, рассказывает сказку об ИГИЛе в рядах ВСУ. Или наоборот, а ВСУ в рядах ИГИЛа. Тут непонятно, но все равно очень страшно. Давай, Ольчатай, открывай личико! Матерь божья, не, лучше закрывай. Про обилие в рядах ВСУ боевиков связано с запрещенными ИГИЛ. Еще год назад сообщали сами западные СМИ. Вот, например, датский телеканал ДРТВ в своем репортаже с передовой показал боевика ВСУ на плече украинского террориста. Смотрите, шеврон с флагом ИГИЛ запрещенного исламского государства. В особенности это ржачно, если вспомнить, что один из типа ФСБшников, который резал как раз ухо совершенно... Да, 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 был с этим скаловратом. Да, был шеврон скаловрата, скаловрата вообще такой, нацистюга такой вообще мощный. А тут, понимаешь, нашли какого-то одного бойца, причем не русского, а датчане. Притом, что мы еще не всматривались в этот шеврон, потому что мне и тебе лень, и мы понимаем, что это бесполезно. Что там год назад написали, датчане отсняли кого-то, вообще непонятно что и непонятно где. Это феноменально абсолютно. Ну, искать как бы людей по шевронам, это вообще очень интересная история, потому что там есть люди с шевронами, например, первая эльфийская бригада, но это же не означает, что они эльфы, да? Или там еще какие-то. Это реальная, кстати, история. Я знаю, что у нас есть такие бригады, у которых там подразделения, они вот как-то так называются, там, боевые хоббиты, это саперы, там, да? Да, 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 да. Поэтому как бы рассказывать, что вот человек с каким-то шевроном, это однозначная связь, значит, с идилом, но это надо, конечно, очень постараться. С другой стороны, ну а чему удивляться? Они загнали себя в первые буквально там часы этой всей истории, ну, в тупик. С тупика надо как-то выбираться, поэтому надо кричать громче, придумывать какие-то истории и, соответственно, рассказывать, что они как бы не при делах. Поэтому вот уже и появились в последнем заявлении какие-то украинские националисты. Потому что, понимаешь, это настолько такая общая фраза, ну, что, в принципе, государству Украина мы никаких претензий не имеем, это какие-то мифические националисты, которые что-то там где-то написали, что-то там где-то сказали. Ну, они будут искать, пускай дальше ищут, это закончится, скорее всего, каким-то вторым, там, или третьим терактором, которым опять ИГИЛ устроит, или какие-то еще там радикальные исламские группировки. И они потом опять будут говорить, это все равно как бы рука Киева, которой руководят рука Лондона и Вашингтона. То есть там же обязательно англосаксы. Я видел прекрасную картинку, там, марионетка держит марионетку, марионетка держит марионетку, и так вот до самого низа. То есть, как у стоит Буданов, ниже США, ниже еще Британия, ну, и так вот как бы до ИГИЛа. А, Израиль, там Израиль есть. Обязательно. И уже была версия, была версия, что знакомые израилетяне и журналисты написали, прям обидно, нас вспомнили что-то в самом конце, почему не сразу как бы рука Израиля, почему нас в конце вспомнили. Мы уже думали, что что это, украинцы нас переплюнули, какой-то непорядок. А вот у Катибер нашли Шеврон. Ну, поищут что-нибудь еще, может, даже снимут какое-то постановочное видео. Кто-то там будет кричать «Аллаху Акбар», и типа скажут, ну, вот это доказывает, что это ИГИЛовцы. Тут же вопрос, на самом деле, в чем? В том, что впервые в истории исламского государства Ирака и Леванта, во всех его проявлениях, вообще впервые в истории исламского терроризма, как такового, начиная еще с самых-самых затертых времен Ясера Рафата и Организации Освобождения Палестины, впервые в истории человечества ИГИЛ говорит, это мы. А ему отвечают, не, 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 это украинцы. Говорят, да мы, это мы. Да ладно, тихо, это украинцы. Нет, что вы? Да. То есть раньше это все сваливали вообще без вопроса. Даже в моменты, когда они к этому не имели отношения, а тут они одно видео записали, второе видео записали, третье видео записали, вчера записали видео, что там после Москвы следующая атака будет на какие-то другие там, ну, столицы, да? Франция сегодня утром говорит, что служба безопасности посоветовала не делать открытие Олимпиады, потому что угроза исламских террористических актов как бы высокая достаточно, но в России все равно ищут украинцев. Ну, что здесь еще сказать? Ну, ну, я думаю, я даже, честно тебе скажу, просто реально, у ИГИЛа ломается вся философия террористической деятельности, понимаешь? То есть теперь, я не знаю, что им нужно сделать, да, для того, чтобы вот действительно все начали в России приписывать это именно им, а не украинцам. Это просто какой-то капец. Ну, слушай, ну, куда им еще одеваться? То есть, ну, вообще, это вообще, это как бы такая вот мозговзрывающая история, когда они пытаются с некой субстанцией слепить какой-то, какой-то понятный, как бы, образ, но он не, он растекается, ничего не получается, но они продолжают это лепить. Ну, хай лепят дальше, главное побольше, чтобы заляпать. Далее, о розы моего носа, на четвертом месте нашего топа тысяча и одна ложь, верхняя пятерка хан Исай. Ну, до султана ему в табеле о рангах российского халифата еще лизая, в смысле, чесать не перечесать, но вот на хана Госдума от Единой России он уже начесал. Кстати, любопытненько, хан Исай в ядре, если я не ошибаюсь, возглавляет комиссию по идеологии. И это правильно. Именно человек, прославившийся дебошем в самолете, по результатам которого свидетели описывали его поведение журналистам как омерзительное и фантастическое зрелище, может следить за идеологией правящей партии в России. Как говорится, у нас в Багдаде как раз по Ибрагиму и Чалма. Вранье, манипуляции, подлог, передергивание это основы идеологии правящего класса в России. Кстати, в нашем топе он именно с такой сказкой-сказкой о страшном украбандеровском терроризме. Бандеровский режим находится с нами в состоянии войны. Более того, за это время он показал несколько вещей. Первое, что когда он терпит поражение на поле боя, он начинает активно прибегать к провокации. Второе, что для него нормальным методом является террор. Вот мерзавец Подоляк сейчас заявлял о том, что да нет, мы хотим победить Россию на поле боя, дескать, нам не нужен террор против мирного населения. Мы же знаем, что это прямая ложь. Мы помним террористические акты, которые они совершали. Например, в том числе убийство Владлена Татарского, которое было осуществлено максимально общественно опасным способом, в результате чего пострадало огромное количество находившихся там рядом мирных людей. А вот сейчас, извините, пожалуйста, будет Герман нудный, нудный Герман залез в Википедию и посмотрел, что убийство украинского гражданина Владлена Татарского, который был украинским заключенным, который был коллаборантом и так далее, это наши дела с вами, был убит, да, неизвестно кем, неизвестно кем, просто глава службы безопасности Украины по какой-то причине обладает всей необходимой информацией о том, как он был убит. Так вот, он был убит, при его убийстве был убит один человек, Владлен Татарский. 48 человек было ранено, из них трое тяжело, насколько я понимаю, выжили все. При том, что, давайте не забывайте о том, что из этих 48 человек это были не прохожие на улицах, это были не люди, которые пришли на концерт Розенбаума, да, это были такие же зетники, фатники и поклонники, сторонники расистской идеи, зет-идеи. И то, убит был один человек, поэтому, ну, ребят, тут вообще, вообще, вообще тут терроризм здесь абсолютно ни при чем. Ну, слушайте, они же называют любые вещи терроризмом. Кстати, если я не ошибаюсь, в истории с татарским они как-то даже не сильно активно качают украинский след. То есть, там человек, который задержан, ну, гражданка Российской Федерации, если я не ошибаюсь, да, и, как бы, ее там чем-то обвиняют, ну, предостаточно обвинения, надо сказать, и против нее там даже, ну, вписывались, как говорят, на России значительное количество людей, которые не сильно любят российскую власть, но, это как бы очень сложно назвать каким-то там террором и так далее. Другие, кстати, вещи, которые пересказывал глава службы безопасности Украины, ну, было бы странно, кстати, что было службы безопасности, не обладал какой-то дополнительной информацией по каким-то, скажем, вот эти события, да, они все исключительно индивидуального характера. Что, кстати, что, кстати, привело к тому, что на российском телевидении и в российском сегменте Ютуба достаточно серьезные российские эксперты, реальные эксперты, не те вот, которые там будто бред рассказывают, что бандеровский режим проигрывает на поле боя и, соответственно, что там делают, говорят прямо, что если Украина имеет отношение к каким-то там акциям на территории Российской Федерации, они все носят исключительно индивидуалистический характер. И касаются людей, которые либо там как бы являются предателями, либо они имеют отношение к преступлениям, которые совершат российская армия на территории Украины. То есть это говорят, я вот сам лично видел несколько таких серьезных преступлений, это говорят люди, которые досконально в принципе разбираются и они не являются прямо оппозиционерами по отношению к Путина. Но у этих людей остались какие-то остатки еще, наверху на там разума, и они в принципе могут сложить два крыльства. Ну, пропагандистов, им надо что-нибудь там придумать, и вот они рассказывают о каком-то там терроре, о том, что проигрывают на поле боя, и, соответственно, надо заниматься вот такими вот вещами. При том, что давайте условно говоря вспомним все некие акции, которые были произведены неизвестно кем на территории Российской Федерации, как-то там убийство Дарьи Дугиной, как-то убийство Владлена Татарского, покушение на Пригожина, да, то есть вот вся та информация, которую выдал нам глава службы безопасности Украины. Скажите, пожалуйста, ребятушки, а сколько, условно говоря, детей погибло во время вот этих вот, этих убийств, да, во время во время этих акций? Сколько? Ни одного. А сколько детей погибло во время ракетного удара по Одессе? А сколько детей гибнет во время ракетных ударов по Харькову? Да, по любому городу в Украине. То есть понятно, что Российская Федерация именно занимается террором. Да. Какая вообще особенность террора? Террор – это нанесение во время войны, это нанесение неизбирательных ударов оружием, которое имеет неизбирательный характер, то есть оно не точечное, это даже не какие-то американские дроны, который там прилетел, там, шипанул, как бы, или там, израильские дроны, которые летают, вот точно бьют там в одну квартиру в доме и улетают. Не в дом, который они складывают, они бьют в одну квартиру, где они точно знают, что находятся террористы. Поэтому это как бы явка с повинной, рассказывает про террор, и по сути, этим террором с утра до вечера заниматься. А все остальные случаи, они носили исключительно точечный характер, и даже Россия до сегодняшнего дня либо не вспоминала, либо не находила какие-то доказательства, в частности Украины. Это, кстати, вообще неравнодушные партизаны на России. Да, да. Вот и не нравится Захар Каплепин, вот не нравится он, да, и не соответственно машине, машина наехала, кстати, на что? На противотанковую мину. Как бы, ну... Почему какой-то литературный критик, которому не нравится слогу Захара Каплепин? Его книжокин, да? Вот он решил как бы не избавиться от конкурента. Или, кстати, представители провластной партии, потому что Прилепин стал там как-то активничать, да, вытеснять там старую гвардию, претендовать там на роль какого-то лидера там, да, в этой партии. Они его решили в принципе убрать. Это же в России всегда такое было. Внутровидовая борьба, она всегда более жесткая, чем борьба между лидерами. Поэтому, ребятушки, да, условно говоря, да, вот те акции, к которым мы не имеем никакого отношения, на которые вы реально пытаетесь переписывать нам, которые касаются и граждан Украины, и тех, кто воевал против Украины и совершал преступления против граждан Украины, они все на самом деле пали жертвой абсолютно точечных, четких, недвусмысленных и без какого-либо террора акций. А террор вы устраиваете вы на самом деле, за что каждый, кто принимает участие в этом теку. И ответит. Индивидуально. Индивидуально. Совершенно верно. Индивидуально. Командир подводной лодки, который там типа бегал, и переел сало во время своей пробежки, не даст соврать. Сразу же после того, как выйдет из гримурки Кобзо. Ой, дальше, о, зефиры моего сердца, звезда кремлевского гарема, которую даже сам султан Плейшиар Аль-Бункери выделил среди прочих, повесив ей на грудную клетку блестящую цацку. Маргарита Шахерезадняя так много и так умело рассказывала сказки, что ее назначили любимой пропагандонской женой и позволили идеологически управлять всем гаремом. Так что теперь и старый млад и соловей перед ней лебезят и слушают то, что она несет, подобострастно приоткрыв пасть. А несет она, боже, несет она иногда такое, что у присутствующих волосы на голове дыбом встают, потому что ее сказки вступают в противоречие с написанным сценарием. Ну а она-то на правах любимой пропагандонской жены кремлевского султана может себе позволить творческое прочтение методичек. А вот все остальные могут закончить очень печально. Поэтому в такие моменты они все прям вот очень нервно пытаются вернуть разговор в русло, утвержденное на двух площадях старой и лубянской. Получается хорошо, не получается, все равно Шахерезадняя Маргарита хлопает ресницами и делает вид, что она же девочка, профессионалы ну или пастухи, тут пока непонятно. Я просто хочу напомнить, я тоже не специалист, что один школьник 15-летний с автоматом убивает десятки людей в одиночку. Не с автоматом, а с папиной берданкой. И мы такое видели много-много раз. Поэтому мне кажется, мы немножко льем воду на их мельницу, когда мы говорим, что это суперподготовленные. Они не супер, но они подготовленные. Но они подготовленные, но это не пастухи. Они сели в ту же самую машину, чтобы уехать. Да, речь идет о другом, а это было факт. Это очень профессионально. В ту же самую машину. Вы понимаете, это может быть непрофессионально. На самом деле, это фактор времени. Просто у них не было время менять. Они, по идее, должны были ее сменить через какое-то время. Нет. Они могли на парковке заранее оставить другую. Вы понимаете? Я что-то не понял. Они пастухи, профессионалы, непрофессионалы, школьник с горданкой. То есть как-то вот оно, кто за что. То есть этот говорит, они типа непрофессионалы. Это намекает, что да нет, типа не надо вот их прям превращать в каких-то там профессионалов. Да, они пастухи. Нет, они не пастухи. Но машина на парковке. Да, нет. Фактор времени. Да. То есть если они сели в эту машину, это как бы свидетельствует о высоком уровне подготовки к профессионализме. Я так понимаю, что каждый, кто едет в торговый центр, потом выходит, находит свою машину и в нее садится, это свидетельствует о нашем очень высоком профессиональном уровне. Мне кажется, что это элементарное вообще ориентирование на местность. Элементарные как бы навыки, ну, понимание того, что вы и как должны делать. Ну, на самом деле, прекрасная история. Почему? Потому что темники меняются молниеносно. Или они настолько расплывчество написаны, что они не знают даже под что, как где подстраиваться. А тут еще выходит всем известный Грегорович и как бы ножом в спину Путину и говорит, да нет, они вообще в Беларусь ехали, в Беларуси отсидеться хотели. Но мы не пустили. Поэтому они решили, типа, ну вас нафиг, поедем в Украину. И, кстати, что интересно, специально отслеживал ноль комментариев. Ноль комментариев в заявлении Лукашенко. Ноль. Все пропагандисты как воды в рот набрали. Видимо, там сразу спустили, типа, игнорируем. Как бы, не, не, не. Но бать, скажем, не успокаивается. Он же берет там с лёсиком интервью еще одно записывал. Еще говорит, нет. То есть он не просто, не только, как это там в том анекдоте, да, воткнул в спину нож и улыбнулся. И Путин тоже улыбнулся, потому что ни нож и ни в спину. И покрасел, да? Потому что ни нож и ни в спину. И вот, понятно, что у них как бы паника начинается. Что-то надо где-то отработать. Башни Кремля постоянно спускают какие-то темники. Темники иногда где-то немножко отличаются. Эти кричат профессионалы. Эти кричат не профессионалы. Так как рассказывал это ненормальное, что надо всех наградить тех, кто ловил значит этих террористов. Да, да, да. Стали с кардиналами, да, пять с половиной часов короче ловили на оживленной трассе. Прекрасная вообще история. Где-то там в лесах без единого выстрела, но потом показывают этих суперпрофессионалов, стоит рука в кармане и держит этого задержанного. Какие-то Чунина на ногах. И мы-то красная армия. То есть или какая у них все российская армия, да? Поэтому набрасывают, набрасывают. Как это фермеры в Бельгии здания как бы министерства аграрного набрасывают. Приводят с собой набрасывают. Ну а по факту получается на самом деле анекдотическая история, потому что если посмотреть на реакцию самих россиян, в эту версию никто практически не верит. Все говорят, что только тут послеплено, что в принципе даже не к чему присоединиться. Ну в плане, чтобы поверить. Как мы на этой неделе обсуждали с Натальей Пелевиной, как-то несмотря на все намеки на то, что это украинцы в России не начали бить людей с фамилией Нако, да? А почему-то начали бить узбеков. Потому что они очень похожи на таджиков и так сразу и не отличишь с нахрапом в маршрутке-то, да? Или в автобусе перед тобой таджик или узбек. Что говорит о том, что сколько ты не рассказывай про украинский след, даже глубинный российский вань-мань он как-то в это дело не сильно верит. Ну и это прекрасно на самом деле. Да. На втором месте о бешбармаке души моей редчайшее зрелище. Но сначала предыстория. С первой минуты, как появилось сообщение о теракте в Крокусе, российские пропагандоны всеми мыслимыми и немыслимыми способами, нитками самой разной грубости и цветов, вот реально всем, что было под рукой, включая высушенные жилы животных, пытались привязывать Украину к этому теракту. И все никак не сшивалось, потому что... Ну, потому что только сказали, что это украинцы, а ориентировки на таджиков только сказали, что ехали в Украину, а тут батька раздает награды ротам-пограничникам за то, что не пустили террористов в Беларусь. Ну, короче, все расходится по швам. Но не для того Путин и Ковальчуки ручных зверушек откармливали долларами, чтобы на такие мелочи нестись. Надо сшивать дальше, делая морды кирпичом. Ну, вот и сшивают и выпускают в эфир стройного, как молодая Чинара Трушкина, станцевавшего перед камерами такой танец кубиков живота, что заплакали даже суровые воины Магомета, которых собрал террорист Зеленский. Многие говорят, что они заплакали от смеха, но нет, нет, ребят, это жалость. Пока западные партнеры в один голос пытаются обелить Украину и как-то переложить ответственность за теракт в Крокус-Сити исключительно на ИГИЛ, украинские власти всеми силами намекают, что у них есть возможность осуществлять теракты на российской территории. О чем идет речь? Террорист Зеленский решил продемонстрировать всему миру украинско-исламскую солидарность, как он это назвал, собрав на встречу боевиков-мусульман, воюющих на стороне ВСУ. Во время этой встречи перед собравшимися террорист Зеленский акцентировал внимание на том, что на стороне Украины, дескать, воюют тысячи мусульман, ну и вручил отличившимся государственные награды и знаки отличия. А я вот не могу понять, а где здесь вообще связь с терроризмом? Это у этого ведущего, любой мусульманин это террорист? То есть треть населения Российской Федерации, треть, потому что 30% мусульман это террористы, я правильно понимаю? И, кстати, вот есть одно хорошее отличие, бойцы так называемые, так называемого подразделения Ахмат, они вообще воюют и на всех фотографиях почему-то с закрытыми лицами. Что это они вот, кстати, боятся, очень странно. Ну, иногда они как бы показывают, когда там надо какой-то тикток очередной запилить, но в основном они с закрытыми лицами. Здесь все люди, которые воюют, граждане Украины, там есть добровольцы, которые присоединились, открыты лицами. И кто этого абсолютно не скрывает? Они как бы всегда, они знают, за что они воюют, против кого они воюют, с кем они воюют, вместе с кем, с украинцами. Это уже настолько просто примитивно, что вот если он мусульманин, автоматический террорист, ну так, у этого человека вообще должны приехать и ФСБшники арестовать за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Зачем ФСБшники, да? Зачем ФСБшники? А, да, он приехал, записывать видео, я не то хотел иметь в виду. Отвести его в Грозный дом, чтобы он объяснил, что такое мусульманины дом, которого награждают президент своей страны, дом. Это не террорист дом. О, вот, кстати, бутылка из-под шампанского. Кристалл. Для тебя, Трушкин, не пожалели кристалл, дорогой. Присаживайся. Ну, и я как дом, которому президент дом, 18 раз дом, вначале медали дом. Да, да, да. Но это на самом деле, ну, действительно, как бы, как это, хотели как лучше, Черновыденко говорил, да? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Потому что после такого, вот то, о чем мы говорили, как раз глубинный народ начнет опять гоняться за таджиками, узбеками и за всеми теми, у кого просто разрез глаз отличается. Да. В принципе, в российских регионах таких много. Поскольку и гастарбайтеры, и граждане непосредственно России. Но идея вообще прекрасна. Если ты мусульманин, значит, ты автоматический террорист. Я так думаю, следующее будет, если ты белый, значит, ты автоматический расист. Наверное, так. Наверное. Наверное. Но, кстати, вот я бы на месте посмотрел. Ведь получается, что самый большой террорист по версии Трушкина, если следовать его логике, это Адам Кадыров. Он мусульманин. И его много раз награждали все, кому не попадя. То есть, получается, что Трушкин обозвал Адама Кадырова террористом? Да. Непорядок. Посмотрим, что будет с этим персонажем, и где он будет какие видео записывать, или вообще сейчас затихариться, и будет тихо, мирно там сидеть. Но это уже просто кризис пропаганды. То есть, они даже не знают, к чему вцепиться. Реально, да. Вот такой примитивный как бы вариант, который ударит, репешетом. Абсолютно, абсолютно точно. И хочется зацитировать, где ты находишься? Никуда. Скажи, где ты находишься? К тебе уже выезжает Адам, Абдси, и прочие люди, которые готовы защитить, честно имя, мусульман на защите своей страны. Ну, страна просто может быть разная, но схема-то одна и та же. Ну и, наконец, незабвенные таджмахалы очей моих, охраняющий ложе нашего пропагандонского гарема Рудольф Соловей Ага, человеку, которого отрезали совесть. В гаремах прошлого над смотрщиками над женами султанов ставили скопцов, которые, ну, вот, никак, физиологически не могли покуситься на собственность султана. Даже случайно. А вот в кремлевском гареме своей собственностью считают правду. И чтобы те, кто смотрит за этим гаремом, не могли физиологически, даже случайно, эту правду озвучить, их лишают совести. Практически на физиологическом уровне. И вот такой вот лишенный совести скопец на вершине нашей тысячи одной лжи верхней пятерки. Он тут, конечно, самый матерый, потому что, в отличие от многих других, которых вот прям в журналистском детстве, когда они еще и жизнь-то не видели, лишили достоинства чести и совести. Соловей ага лишился всех этих достоинств добровольно и уже во взрослом возрасте. Поэтому он особо циничен и опытен. Например, он точно знает, что на диванный зритель просто цепенеет, когда ты используешь большое количество очень загадочных и пугающих простого россиянина слов, таких как вилаят, аль, эль, ибн, шишани, ячейка. А если еще и составляешь из этих слов конструкцию со словом террорист, то зритель вообще теряет волю и никогда не полезет в гугл, чтобы узнать, а кто же такой этот Абдул-Хаким шишани? Они шли в сторону Брянска. Там, судя по всему, украинские нацисты готовили для них возможность перехода. А с той стороны там уже ждали. Ведь мы знаем, что с той стороны работают в том числе и Аль-Шишани, один из террористов, который уже засветился своими зверцами в Аглибе. Он в прямую этот Абдул-Хаким шишани, который приехал на Украину из Иглиба, он принимал участие в атаке на Белгород. Он был там. И видно, Гур гарантировал переход. И вот тут на самом деле снова может включиться Герман Нудный. Потому что это звучит очень-оченько Аль-Шишани, Абдул-Хаким вот в особенности в устах засветился. Где засветился? Это звучит на самом деле так же страшно, как у Само Бен-Ладен, как минимум. Вот как минимум Абдул-Хаким Аль-Шишани. А если немножечко копнуть, то разговор идет о Руслане Магомедовиче Ажиеве, уроженце пригородного Грозненский район, 1981 год рождения. И это на самом деле чеченский патриот, который участник Второй Чеченской войны и так далее и тому подобное. И он возглавляет Аджнада Аль-Кавказ, который к ИДИЛу вообще никакого отношения не имел. Никогда не имел. Но зато... Более того, они даже, если не ошибаюсь, по-моему, мягко говоря, ИДИЛ со всеми там воюет. Потому что у них простой принцип. Кто не с нами, они же воюют против Ирана, они воюют против Талибы, даже на фоне ИДИЛа, Талибы, это как бы другое. Вы не понимаете, это другое. То есть даже в этом плане. Слушай, мне другой момент здесь понравился. Он говорит, то есть ГУР гарантировал проход через границу. Я правильно понимаю, что если следовать этой логике, ФСБ гарантировало со своей стороны прохождение через границу. Но такая логика. Вот те вот парни, как это, группа в полосатых купальниках, которые были в таких сиденьких полах, как под копирочку одетые. И сидели там. Сидели в сутки ручки, да? Да, и все. Кстати, я действительно посмотрел видео. Они именно все как под копирочку снимали на видео. То есть они там с телефончиками абсолютно спокойны, знают, куда идти и бежать. Потом один вроде засветился, когда ловил уже этих так называемых террористов. Ну ладно, это физианагмистом оставим. Просто даже не в этом. Там просто эта вся версия сыпется там про какой-то украинский след сразу, да? Моментально. Но даже вопрос не в этом. Даже если следовать такой логике, получается, что они поехали к офигенно укрепленной российской границе, прям там же мощно, там же линия мажьно, российская, как бы, чтобы либо им ФСБ гарантировало, либо тут другая зрада потралась. Никакой офигенной линии границы могут, ну, наверное, нету. Там, наверное, получается по логике Соловьева проходной вор, так я извиняюсь, а где миллиарды, которые там пали засечная черта, вот как это у них называлось. Да, 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 да. Где денежки? Вот я теперь понимаю, что как бы Соловьев не хочет в Белгород ехать. То есть он сначала как бы наехал на местных жителей, а там же надо будет поехать на укрепление поснимать. А что снимать? Его скорее снайпер снимет с нашей стороны, чем он укрепление снимет. А тут на самом деле все по-другому. Я понял. Было мне видение. На самом деле это гипноз. Это гипноз. Значит, Буданов лично загипнотизировал этих четырех таджиков. И когда он им звонил и говорил кодовое слово, я думаю, кодовое слово это Сальтисон. Сальтисон, да. Сальтисон, да. Кодовый он говорил Сальтисон. И они превращались в таких рексов, убийц, таких спецназовцев, разведчиков. Ну, короче, САС, СИЛ, Рейнджерс и все. Альфа вместе взятые, да. А потом он звонил и говорил им, например, Патисон, да, Патисон, это важно не перепутать. Патисон, и они превращались вот в этих вот Качика, Равшан, Чамшут, которые, понимаешь, вот так вот, которые... куда, куда, что смотреть, слышать. да. И вот они должны были на подъезде к границе, да, он им заявит, Сальтисон. И они такие... Все, и рвут направо ФСБ, пограничников ФСБ, всех, прорывают оборону сзади, с тыла, фронт в два километра и переходят на территорию Украины. А потом им говорят слово Патисон, и они слова такие, а, мне совсем не... Начальника, да. Где мой полмиллион, да? Да, где мой полмиллион, да, и так далее. Вот на самом деле как все было. Надеюсь, что нас с тобой посмотрят редакторы пропагандовских шоу и внесут соответствующие изменения в... вот в эту вот версию с Украиной. Ну, потому что так, ну, вот то, что я придумал только что, то, что я изобразил, информация, как это называется, да, из источников, да, это более реальная версия, чем то, что они пытаются сейчас вот прикрутить этим медным шнуром или доски. Она не то, что более реальная, она, кстати, еще и стройно-логичная. Понимаешь? Да, да, намного более. Поэтому да, по поводу этого, ребят, если там русские, вы там запомните все, что мы только что ржали, запомните, большое количество красивых слов, типа, а они в исполнении Соловьева ничего не означают, если всего лишь, вот буквально на полмизинчика копнуть хотя бы в гугле. И мы понимаем, что под тем, что страшно звучит, на самом деле, скрывается и чкирийский патриот, который воевал с Россией еще во время Второй Чеченской войны. Который, кстати, никуда не прячется, не скрывается, делать это все публично. А с пропагандонов за идею донат на засуну. В принципе, нам денег не надо, хоть донат на засуну. Абсолютно, ну да, на бобра, пожертвовать на бобра. Представляешь, как было бы символично, если Леви Симонян перевел деньги на бобра. Это был бы хит, это было бы красиво. Ну что, приходит утро и Шахерезадом, Ольчатаем, Исаем и Соловьевым приходится заканчивать свои речи. Медленно, но уверенно. Время султаната лжи и обмана, которым на данный момент и является Российская Федерация, но уходит. И приближается время, когда просторы огромной страны огласят стоны «А мы не знали!» Но им никто не поверит. И в этом стройном хоре мы незнальцев особенно сильно будут выделяться голоса тех, кто вчера, сегодня и завтра блистал со своими сказками в наших хит-парадах. И смогут они избежать заслуженного Зиндана в Гааге или не смогут? Зависит прежде всего от россиян. Поэтому смотрите, слушайте и запоминайте, а мы поможем. Так что до следующей недели и следующего хит-парада ЛУЧШЕЯ ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ПЯТЁРКА!